Как и в прошлом году, после проверки наличия черных ручек и замера температуры, выпускников сразу направляют в аудитории, без проведения линейки. В течение трех с половиной часов им предстоит написать работу, состоящую из 27 заданий. Для получения аттестата нужно набрать как минимум 24 балла, для поступления в университет не менее 40, а чтобы заслужить аттестат с отличием, придется преодолеть отметку в 70 баллов. Испытание довольно серьезное, считают участники ЕГЭ, однако выпускники уверены, что справиться с ним без проблем. Мне сложно как бы не было, как бы с учителем готовились, репетиторов не было. Мне как бы легко дается, потому что я еще литературу сдаю. Волнение какое-то испытываешь? Ну, немного есть, но так кажется, что все нормально. Я уже литературу выдерживала, поэтому мне не страшно. Не выучила все, что хотела, но, так сказать, 50 на 50. Меня поддерживали близкие, например, когда я уходила из дома, родители пожелали удачи, там поцеловали, сказали, чтобы не волновалась, что без разницы, какой будет исход. Главное, ну, просто не волноваться, чтобы все было хорошо. В этом году санитарные требования к пунктам проведения ЕГЭ ужесточили. Число участников в одной аудитории сократили с 15 до 8. Также открыли дополнительные входы в школы, чтобы разделить потоки учащихся. По сравнению с прошлым годом режим сдачи ЕГЭ уже приближен к штатному режиму, но с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. То есть мы соблюдаем масочный режим, все работники ППЭ, наличие перчаток также обязательно, а дети пользуются по желанию этими средствами защиты. Что касается сложности самих заданий, выпускники утверждают, что экзамен оказался не очень сложным. Они столкнулись с теми же заданиями, которые ожидали увидеть в контрольно-измерительных материалах. На экзамене я ожидала увидеть то же самое, к чему и готовилась, поэтому мне экзамен показался легким. Выдали кимы, я обрадовалась даже некоторым заданиям, потому что знала, как их решать. ЕГЭ по русскому языку сдавали два дня – 3 и 4 июня. Экзамен написали более 7 тысяч выпускников по всему региону. Свои результаты они смогут узнать не позднее 22 июня. Александр Кацун, Артем Букреев, городской телеканал ЮТВ.